Подводя и до к описанию раздела с процедурными расширениями языка SQL, хотелось бы привести небольшой практический пример. Итак, рассмотрим небольшую базу данных, которая может хранить информацию о работе некоторого магазина. Собственно, база данных состоит из нескольких таблиц. Таблица клиентов, заказов, статусов заказов, истории заказов, таблица товаров, категории товаров и таблица, которая реализует связи между категориями товарами и между заказами и продуктами. Также есть таблица source, которая показывает, откуда к нам пришел клиент к этому магазину. Эти примеры можно будет потом найти в разделе материалов на GitHub. Собственно, приведем некоторые примеры. То есть заполним нашу базу данных какими-то начальными данными. Вот, кстати, небольшие помарки сразу устраним. В базе данных тут мы видим некоторые скрипты изменения структуры. Были подготовлены, в частности, добавлены возможность использования автоинкремента для ключевого поля. Это механизм, который доступен не во всех СУБД, но вот в MySQL он есть, и это достаточно удобно. Использование автоинкремента позволяет разработчикам освободить от необходимости заполнения вручного и плечевого поля и контроля корректности ввода значения идентификатора и связанных с этим проблем синхронизации. Итак, мы выполним вот эти две операции, которые позволят нам изменить структуру, немножко структуру таблиц Order и Order History. Уполняем их по одной. Видим, здесь что все хорошо, да, результат успешен. А также снимаем ограничения, которые были ошибочно введены на поля ActiveFrom и ActiveTo. Там были ограничения NotNow введены. Мы их сейчас уберем, просто не указывая в новом определении столбца, столбцов ActiveFrom и ActiveTo, ограничений NotNow. Также по одному их выполняем. Заполняем таблицу статусов некоторым набором значений простейших, да. Заполняем, заполняем также инициализируем значения таблицу источника, таблицу клиента, клиентов. А теперь перейдем, собственно, к рассмотрению нашего примера. Для этого вернемся к рассмотрению структуры базы данных. Вот у нас есть таблица заказов, которая содержит поля клиента, который осуществляет заказ некого условного номера заказа в строку о формате данных. Отметка времени создания и изменения заказа. Собственно, есть поле суммы заказа. Но, может быть, обязательно, не обязательно, в зависимости от этого. От каких-то соображений с точки зрения нормализации. Но здесь оно введено. И некий статус заказа. Это поле, где мы ссылаемся на таблицу статуса всех возможных состояний заказа. И есть некая таблица Order History, которая призвана к тому, чтобы ввести историю заказов. Отслеживаем мы здесь изменения статуса заказа, суммы. И вводим значения Active From Active Tools. Для того, чтобы понимать, по какое время были валидны те значения, которые были введены. И, допустим, мы хотим для начала немножко автоматизировать процесс введения истории. И хотим создать процедуру, которая бы заполняла таблицу Order History. Допустим, это будет такая процедура. Мы видим ее на определении. Первый оператор Drop Procedure. Соответственно, он не является необходимым при определении процедуры. Но если вы какие-то ошибки совершите в определении процедуры, то таким оператором можно ошибочную процедуру удалить. А дальше ее пересоздать заново. Операция переопределения разделителем. Как мы помним, разделителем по умолчанию в SQL, в SQL в частности, является точка запятой. Однако при написании процедур, также чаще всего в качестве разделителя инструкции используется точка запятой. И для того, чтобы дать интерпретатору информацию о том, когда закончится определение процедуры, мы говорим о том, что мы переопределяем разделитель SQL запросов и указываем его значение до слыша. Таким образом, следующим окончанием запроса, следующего интерпретатора будет считать все, что введено до двух слышей. А это и есть определение нашей процедуры. Итак, мы создаем процедуру с помощью оператора Create Procedure. Дальше мы перечисляем список аргументов с типами данных. Список аргументов у нас соответствует... И типы данных соответствуют тем полям, которые мы хотим хранить в истории. Изменения которых мы хотим хранить в истории. Ну, здесь вводится сохранение отметки времени. Это, конечно, не является обязательным. И можно было бы использовать прямо значение Now. Возвращаем встроенные функции Now для того, чтобы сохранить отметку времени создания изменения. Но мы сохраним его в отдельную переменную. Во-первых, для того, чтобы показать возможность, каким образом могут быть определены переменные и установлены для них значения. Ну, во-вторых, чтобы гарантированно время внесения и время, в который мы изменим, в тот момент, когда мы изменим предыдущую запись истории и внесем новую, чтобы они гарантированно совпадали. Итак, что же у нас происходит в этой процедуре? Сначала мы определяем переменную Now. Присваиваем ее значение. Возвращаем ее встроенной функции Now. Дальше обновляем последнюю запись для данного заказа. То есть мы указываем, что мы обновляем запись таблицы OrderHistory. Указываем, что мы закрывающие значения по времени устанавливаем в вычисленную переменную Now. Для заказа, который мы, собственно, обновляем с помощью нашей процедуры. И там, где ActiveTo и знал, это означает, что это есть текущая активная запись истории. И добавляем новую запись в таблицу истории, которая, соответственно, содержит необходимые поля. То есть OrderId, новый статус, который передали в функцию, сумму, которую передали в функцию, отметку времени, с какого действует новая запись. Мы ставим как раз в значение переменной Now, а ActiveTo ставим в Now, говоря о том, что это последняя активная запись. Вот так мы выполняем создание процедуры. Видим, что процедура у нас создалась успешно. И если мы посмотрим в инспекторе объектов, видим, что у нас есть такая процедура, появилась у нас в списке. Все хорошо. После этого мы можем выполнить какое-нибудь добавление записи в таблицу заказов. Вот мы добавили запись в таблицу заказов. Можно посмотреть ее содержимое. Вот эта запись добавилась. Все с ней, в общем-то, достаточно понятно. Кстати, здесь мы тоже использовали функционал, который позволил нам явно зафиксировать время добавления. И последнего изменения этого заказа.